Здравствуйте! В эфире новости экономики. В студии Евгения Баженко. Объединение Ауроса с крупнейшим российским производителем бриллиантов «Кристалл» не ожидается. Об этом в интервью РБК заявил полномочный представитель президента на Дальнем Востоке вице-премьер Юрий Трутнев, который курирует алмазодобывающую монополию. Таким образом, поставлена точка в вопросе, который обсуждался еще с 2014 года. Напомним, что в правительстве России рассматривали варианты докапитализации «Алросы» через внесение в ее уставный капитал предприятий «Кристалла» или, наоборот, внесение активов «Алросы» в капитал смоленской компании. Сейчас, по словам Трутнева, такие планы уже не обсуждаются. На сегодня в свободном обращении находится около 34% акций «Алроса». Росимущество владеет 33%, 25% принадлежит Якутии и 8 районам республики, в которых происходит алмазодобыча. В Якутии сертификаты на жилье получили более тысячи молодых семей. На эти цели из средств федерального бюджета было направлено почти 360 млн. рублей, из республиканского бюджета около 250 млн. Как сообщили в региональном инстрое, 944 семьи уже решили свои жилищные проблемы, а остальные смогут реализовать сертификаты в течение 6 месяцев со дня их получения. В рамках данной подпрограммы первые 217 молодых семей смогли внести указанные средства в качестве первоначального взноса по ипотечному кредиту и частично погасили взятую ранее ипотеку и проценты по кредитам на покупку жилья. Центробанк намерен стимулировать банки кредитовать предприятия для развития бизнеса, а не для покупки или продажи компаний. Об этом заявила глава Центрального банка Эльвира Набиулина на заседании президиума госсовета. По ее словам, значительная часть банков дает кредиты в основном на финансирование слияния сделок и поглощения. Четыре банка выдали кредиты на 2,5 трлн. рублей для покупки или продажи компаний. Набиулина считает, что подобные сделки сопровождаются большими рисками, так как предприятие должно обслуживать из своей прибыли не только проценты по ставкам, которые взяты на развитие производственной деятельности, но и обслуживать тот кредит, который берут собственники предприятия. Напомним, в прошлом году некоторым банкам пришлось увеличивать резервы на возможные потери по судам из-за новых требований для подтверждения качества заемщика иметь национальные рейтинги. Банкам, не имевшим рейтинга по национальной рейтинговой шкале, пришлось доначислять резервы в размере не менее 50%. В российском законодательстве появился такой институт, как синдицированный кредит. Это заем, предоставляемый юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю двумя или более кредиторами в рамках единого кредитного соглашения. Закон о синдицированном кредите вступил в силу вчера. В частности, в законе установлены общие положения о договоре синдицированного кредита, зафиксирован перечень лиц, которые могут быть кредиторами, а также отмечены особенности заключения договора и его основные условия. Созрело время, когда банки или кредитные организации, то есть те, кто имеет право предоставлять кредиты, сегодня действуют уже не каждый сам за себя, а уже готовы объединяться. И не один против всех, а уже начинают они делать какие-то совместные программы. Вот синдицированный кредит, это и есть объединенный кредит. Его предоставляет группа банков или кредитных организаций. Это может даже быть и не государственные пенсионные фонды. Все, кто имеет право, объединяются для того, чтобы разделить риски. Если, допустим, там идет заявка на кредитование на 300 миллионов рублей, предположим, какой-то крупный объект строится, то банки могут предоставить каждую по 100 миллионов. Риски потерять деньги у него снижаются в три раза. Один банк будет долго сомневаться, а может и вообще откажется от такого предложения. А три банка могут объединиться. И в нашей практике, в нашей республике такие случаи уже бывали. Мы брали синдицированный кредит у трех иностранных банков, это в 90-е годы, где-то в середине 90-х годов. Три банка объединились с тем, чтобы дать кредит. Что от этого выиграют? Заемщики. Заемщики выиграют то, что они смогут реализовать уже крупные проекты. Если у кого-то есть возможность такая, но нет хорошей кредитной истории, выступая заемщиком у такого синдиката, он имеет большую гарантию получить эти деньги. График выдачи государственных жилищных сертификатов в рамках программы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации утвердил премьер Дмитрий Медведев. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России. В нынешнем году планируется выдать 7273 сертификата на сумму 14 миллиардов 870 миллионов рублей, в том числе гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера. Такова экономическая картина дня. Оставайтесь с нами на Якутия 24.